МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна, возникает сразу же вопрос. Ну, зачем исследовать нас вот такими изощренными методами? Что им и так все непонятно? Они же обладают такими приборами и возможностями. Зачем это делается? Какое твое мнение? Ну, могу привести пример. Зачем нам исследовать обитателей того или другого заповедника? Причем постоянно и в текущем режиме. Мы ведь и так знаем, как живет стая волков, как живет муравейник. Но в данном случае речь идет, наверное, не о первичных исследованиях, а о том, что мы называем мониторингом. То есть отслеживается какое-то изменение ситуации. Ведется текущее наблюдение для того, чтобы понять, а кто мы, куда движемся и чего от нас любимых ждать. Ну, тогда несложно сделать вывод, что если такое существует, ты говоришь, есть факты подтверждающие, то это может означать, что инопланетяне вполне могут быть среди нас. Мы можем о них знать или не знать, это уже нас не касается. Скорее всего, так и есть. Не буду утверждать, потому что не обладаю доказательствами. Без доказательств не хочу фантазировать. Но общая уфологическая хроника показывает, что пресловутые следы посещения обнаруживаются достаточно часто, достаточно регулярно, практически по всей Земле. И если мы говорим только о каком-то конкретном регионе, нам может показаться, что это фантазия, фейк и прочее. Но когда мы видим вот эту картину по всей Земле, независимо от расы, независимо от уровня развития цивилизации, независимо от того, какая природа, какие географические и климатические условия, то мы понимаем, что действительно вот такой мониторинг, он как бы ведется постоянно. И, соответственно, мы имеем реальную возможность столкнуться с ними где угодно и когда угодно. Говоря о том, что происходит мониторинг, несложно предположить, что по конфигурации тех летательных аппаратов у них может быть какая-нибудь база на Земле или пункт для сбора или еще чего-то такое. Есть ли такие какие-то у тебя данные, сведения о том, что такое может существовать, даже если они весьма невероятные? Есть предположение о том, что такие базы есть, потому что есть свидетельские показания о том, как подобные аппараты либо спускались под водную гладь, если есть такая водная поверхность, либо, воспользовавшись какими-то подземными ходами, проникали в наши горные массивы. То есть мы можем предполагать, что да, где-то там что-то есть. Говорить о том, что да, это однозначно так, не могу и не буду, потому что пока никто не принес достоверных доказательств тех же самых фото- и видеосвидетельств хотя бы. Делая вывод, что если такое, скорее всего, существует, ну, несложно предположить, насколько это существовало всегда или далеко в прошлом, как ты считаешь? Судя по историческим хроникам и по тем артефактам, которые извлекаются из археологических раскопок, это существовало как минимум несколько тысяч лет назад. Глубже заглядывать, наверное, пока нет смысла, потому что с этими бы тысячами лет разобраться, что происходило. Но человечество сталкивается с феноменом НЛУ, если так вот в целом назвать этот многофакторный процесс, уже очень и очень долго. И человечество имело какое-то свое личное отношение к этому феномену, как ты пыталась его понять, всегда, независимо от того, какая была цивилизация, какой уровень культуры, какой уровень техники был. Из тех многочисленных свидетельств, которые у тебя в руках, что наиболее всего тебя зацепило, скажем так, что тебя взволновало? То, что все это есть, и то, что это попалось в объектив фотокамер, причем совершенно разных людей и в разное время. И то, что это, скажем так, не подрисовано с помощью фотошопа, а получено из совершенно достоверных источников. И как раз вот эти фотографии показывают, что рядом с нами происходит что-то, чего мы пока не понимаем. Хуже другое, что многие и не хотят понимать. Многие стараются сделать вид, что этого не существует. Но, однако, фотосвидетельства, вот они. Есть факты, которые надо попытаться понять. Хорошо, давай возьмем какое-нибудь фотосвидетельство, на твой взгляд, и просто попробуем его исследовать глазами уфолога. Вот, например, реконструкция одного из событий, которое нам рассказали очевидцы. Дело было так. На фарватере реки под названием Самара, поднименной с городом столичным той области, в которой я живу, на вот этом фарватере произошел прорыв газопровода. Естественно, катастрофа, естественно, поднимаются пары воды, смешанной с газом. И к вот этому фонтану, чего-то из-под воды, подлетает вот такого типа небесное тело в виде шестиугольника темного. Что-то делает, в результате чего этот фонтан исчезает. И потом вот это небесное тело, приближаясь к берегу, как-то трансформируется, превращается в обычный черный автомобиль и исчезает из поля зрения очевидцев. Что бы ты мог сказать по этому случаю? Я бы мог сказать, что это какая-то чистая фантастика сразу же, потому что оно действительно так и выглядит. С другой стороны, ты говоришь про техногенную катастрофу, которая случилась, и последствия, которые нивелировались таким способом. Весь вопрос, что если это видели много человек, то это придает колоссальный вес. Это видели, во-первых, несколько человек, но меня в этой ситуации интересует совершенно другое. Что за мимикрия произошла с этим объектом? И какое количество из тех автомобилей, которые мы видим на улицах наших городов, являются реально автомобилями? А какое количество являются вот такими мимикрирующими объектами? Это, к слову, о том, насколько часто мы можем встретиться с… Насколько и в чем они среди нас, не только в формате человека. Татьяна, ну а если поговорить о других свидетельских показаниях, реальных объектов, что ты можешь сказать? Например, возьмем вот такую фотографию. Вот это реальная фотография. Здесь на врезочке увеличен вот этот объект, который был заснят просто совершенно случайно, из окна поезда, поезда, который шел из Ростова, где-то мимо Самарской области. Это фотография. Фотография, которая была проверена на подлинности. Но, кроме того, у нее есть дата, когда она была сделана, время, когда она была сделана. То есть на фотоаппарате все вот эти условия, они были выставлены. И фотография показывает то, что в небе парит образование, которое ни по внешнему виду, ни по техническим как бы особенностям, не может быть связано и соотнесено ни с одним элементом нашей летающей техники. Ну вот здесь мне сложнее опровергнуть эту штуку, потому что видишь книгу, и тут уже понимаешь, что тут нифига изображена, а нечто похожее на классическую летающую тарелку, если говорить формальным языком. При этом начинаешь рассматривать детали и понимаешь, что сказать-то больше нечего, что кроме того, что вот есть что-то, что летало, когда еще не было квадрокоптеров и прочих летающих. Которые не похожи ни на один квадрокоптер. Да, собственно говоря, да. Оно обладает немножко другой структурой. Возникает множество вопросов. Теперь я уже спрошу тебя, как регрессовка. А что это за тип аппарата и что он мог бы вообще тут делать, если так говорить, в чистом поле? Хотелось бы знать, что он здесь делал и что делают вот такого же типа аппараты, которые регулярно попадаются на глаза очевидцам. Подобного типа фотографии это просьба буквально о помощи ко всем возможным свидетелям, потому что фотоаппараты есть у многих. И фоторегистраторы. И фоторегистраторы. И когда вы получаете фотографию, даже если вы не понимаете, что на ней изображено, лучше будет, если вы такие фотографии будете пересылать без редактуры, без обработки, специалистам, которые смогут разобраться. И специалистам, которые смогут понять, что это на самом деле такое было. От вас зависит полнота и широта того банка данных, которые собирают исследователи аномальных явлений. Дорогие друзья, если что-то есть экстра, если что-то есть такое, что вы не можете объяснить, или вы хотели бы попросить помощи, чтобы вам помогли объяснить, пожалуйста, сейчас вы увидите имейл, на который вы можете отправлять свои фотографии и запросы. Татьяна и группа уфологов с удовольствием поможет. И может быть, именно ваши фотографии окажутся в следующей книге, которую Татьяна также готовит к изданию и будет обнародовать такую же информацию, которая поможет нам же в познании этого мира. Да, я буду очень признательна, если от вас будут приходить свидетельства реальности этих явлений. Мы продолжаем общаться по книге Павла Хайлова «Внеземные цивилизации» Татьяна и Макарову профессиональным уфологом. Татьяна, если мы говорим про внеземные цивилизации, что как бы мы это не опровергали, они все равно существуют. Опять-таки, я гляжу на твои зримые доказательства, на твой опыт, который мы обсуждали до этого. А что они хотят от России, если я вот так консолидирую этот мир с точки зрения России? Ведь они у нас тоже появляются довольно регулярно. Я бы вообще не выделяла Россию как геополитическое образование в рамках этой темы. Пока, насколько нам понятно, наша политика, наше государственное устройство для них имеют как минимум второстепенные, если еще не ниже того, значения. И те феномены, о которых нам говорят очевидцы, они имеют отношение, наверное, вообще ко всему земному шару, ко всему человечеству и ко всей человеческой природе. То есть оно глобально. Оно глобально. Если говорить про собственный опыт, то у меня в далеком детстве, когда мне было лет 9, я видел нечто похожее на НЛО. Это было такой ярко светящей точкой, которая в небе была минут 5, а потом оно медленно потухло. И кроме меня была еще моя бабушка и еще сотни очевидцев, которые пересказывали, что это было в формате, на горизонте, скажем так, в километре где-то отдаления. Это на мне тоже оставил незалонимый след, но не в плане страха, а в плане, ну, это же вот похоже на это, вот оно было, да, фотоаппарата не было тогда, не было таких камер. А если бы это было рядом, нужно ли общаться, можно ли общаться, что вообще делать, если у тебя нет фотоаппарата? Лучше, конечно, не бежать с распростертыми объятиями и не кричать вслед инопланетяне, стойте, покатайте меня. Потому что, во-первых, свидетельские показания, если вот проанализировать всю вот эту базу, они говорят о том, что вот такое тесное общение почему-то не совсем благоприятно для нашей обычной физиологии. Далеко не всегда люди возвращаются и без последствий. Иногда бывают несколько дней болезни, иногда бывают достаточно длительные последствия. Нам пока сложно судить, почему это происходит, но как факт это иметь в виду надо. Но, тем не менее, сам факт общения, как говорится, посыл к нему, он редко зависит от воли человека. И если уж случилось так, что вторая сторона выходит на контакт и предлагает что-то сделать, первое, о чем не надо никогда забывать, о том, что мы имеем свободную волю. И это не философское понятие, это реальная практика, потому что, как правило, воля человека, волеизъявления человека, оно спрашивается и принимается во внимание второй стороной. и если вам, как возможным очевидцем, движет любопытство, да, вы можете рискнуть, рискнуть, подняться на борт тарелки, причем не факт, что вас вернут, и не факт, что вас вернут именно в то место, откуда взяли. Надо понимать то, что ту информацию, которую вы принесете с той стороны, она будет иметь значение в первую очередь лично для вас. И вы вряд ли сможете доказать соседям, знакомым, членам семьи, что с вами действительно что-то такое было. У вас не останется ни одного вещественного доказательства этого события. И единственное, на что вы сможете претендовать, это попасть во второе издание книги Павла Хайлова о контактах с этими непонятными существами. Павел пишет в своей книге, что кроме вот этих последствий, которых ты перечислила, могут быть последствия сдвига во времени. Так ли это? Что тебя забрали в понедельник и вернули в воскресенье? Иногда такое бывает. Причем воскресенье чаще всего последующее, конечно, да. Не скачки во времени назад, но определенные манипуляции со временем каким-то образом происходят. То есть человек, например, думает, что ему кажется, что он несколько часов находился на борту вот этого непонятного летательного аппарата. Возвращаясь сюда, он понимает, что прошло несколько дней, ну, в пределах недели, как бы это вот стандартная такая разница во времени. Это если он еще это помнит. Да. Иногда, правда, бывает так, что ему кажется, что он несколько дней, наоборот, провел там. Возвращаясь сюда, он понимает, что прошло несколько минут или несколько десятков минут. То есть, видимо, вот те существа, с которыми мы имеем дело, они как-то научились манипулировать временем, как мы пока не понимаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова